Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. К нам приехал ревизор, эксперты Московского народного фронта. Проинспектировали общественные объекты городов края. Сегодня со строгим контролем ходили по Новоалтайску. 40 человек. Стольким жителям Алтайского края необходима пересадка костного мозга. Пациентов немного. Немного и самих доноров. Почему и кто именно может помочь нуждающимся? Они увидели друг друга и полюбили. Барнаульцы наблюдают лавстори в зоопарке, куда привезли зебру, невесту, какой у нее характер и кого еще привезли в Барнаул. Отчитала, как школьников эксперт Народного фронта, которая сейчас проводит проверки в городах Сибири, прошла в гнев, прогулявшись по Бийску. Что не понравилось эксперту и в каких еще городах края побывала Светлана Калинина, расскажем далее. За бревнами надо ехать куда? На Сахалин? Бревно вот это поменять? Это буквально вам стоит три копейки. Эта женщина еще долго будет являться в страшных снах Бийскому мэру. ЖКХ разнос местным чиновникам и Александру Суденикину устроила эксперт Народного фронта Светлана Калинина. Сейчас она проводит проверки в городах Сибири. Под прицелом территории, которые благоустроили в этом и в прошлом году. Но при этом экспертная команда обращает внимание не только на эти объекты, но и на то, что не может не бросаться в глаза в Новокограде. Крыши, бордюры, неподстриженные кусты, опасные аттракционы. Там стоит камень бестолково, здесь течет вся грязь на дорогу, которую вы не можете убирать. А что они открыты? Сегодня замок и должно быть закрыто. Ребенок шнурует ботинок, другой прокручивает карусель в шею, ребенка не относится к головой. У вас ровно до завтрашнего дня эту карусель опустить вниз, забетонировать ее. У вас буквально 4 недели назад ребенок на таком погиб. Здесь, в Алтайском крае. После Бийска эксперт отправилась на Валтайск. Знаете, ядовитая реклама. Иногда вот выезжаешь в город. Я вчера в Бийск приехала, и у меня такое ощущение, что, вы знаете, прям глаза режут, какой-то такой мусор информационный. Город не город, а какая-то мусорная свалка всех всего, что нагородили. Здесь хочется в этот город приехать. Новоалтайск – это город, мне очень понравился. Он маленький, он небольшой пока. Но и школы есть, скверы есть. В Новоалтайске команда Народного фронта проверила 5 объектов. Серьезных нарушений Калинина не выявила. Но подкачала городская площадь, которую благоустроили в прошлом году, потратив более 30 миллионов рублей – федеральных и краевых. А ведь как все начиналось? Тут просто было такое шествие людей, гуляния, массовые гуляния были. Мы уже сдали его где-то числа 15-20 октября, уже было прохладно. Но люди, тем не менее, не шли. И это было такое событие для нашего города. В центре города появился светомузыкальный фонтан, новые лавочки, малоархитектурные формы. А вот это что за дорожка такая? Велосипедная дорожка. Сразу хочу сказать, что она у нас идет в претензионная работа, очень жесткая. Поэтому мы, во-первых, с них деньги удержали больше двух миллионов. По словам главы Новоалтайска, до 1 ноября здесь проведут замену плитки. В перспективе поменяют и эту велосипедную дорожку. Люди хотят видеть каждый день. Заколебали мы их этими ремонтами, если по-честному. А сюда только жидкие полы, которые водостойкие, уличные. Знаешь, такое покрытие мастичное. Вот здесь другого уже не исправить. Вот эту подрядную организацию, которая накуролесила здесь с этим проектом, и за нее переделывает другая подрядная организация, мы сегодня убираем в черный список. Рынок от плохих нерадивых подрядчиков в стране мы очищаем. Ну а прямо сейчас Светлана Калинина проверяет, как ведутся работы по благоустройству в краевой столице. Барнаул – финальная точка рейда в Алтайском крае. Эксперт посетит парки Изумрудный и Юбилейный, Мизюлинскую рощу и не только. Об итогах мониторинга строгого эксперта в Барнауле расскажем в следующих выпусках. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а далее сюжет из нашего соседнего Бийска, которому, как мы уже сказали, от эксперта Московского народного фронта здорово досталось. Там стоит камень бестолково, здесь течет вся грязь на дорогу, которую вы не можете убирать. У вас никогда чистыми города так не будут. Никогда, от слова совсем. В Бийск с проверкой нагрянула комиссия из Москвы. Событие, которое заставило понервничать вверха городской власти. И было отчего. Замечания сыпались, как из рога изобилия. Представитель Центрального штаба народного фронта Светлана Калинина проверила несколько дворов на льнокомбинате. От ее внимательного взора ничего не укрылось. Она была весьма требовательна. А чего не открытываем? Сегодня замок и должно быть позакрытым. Много вопросов возникло к бордюру, проложенному посреди дороги. По мнению Светланы Калининой, он является препятствием для разворота машин. В том числе скорых и пожарных. А также просто опасен в темное время суток, потому как его можно просто не увидеть. Кроме того, замечания касались и тротуаров у проезжих частей. По мнению эксперта, пешеходные зоны должны быть шире, а потому проектные решения нужно менять. Просто это ваши непродуманные проектные решения. Минстрой уже замучился говорить вам, учит и вас, в том числе регион, для того, чтобы здесь зоны, да, 70 лет назад дворы строили, как были. Сейчас возможность была вам сделать безопасность для детей. И сами жители подкидывали проблем прямо из окон домов, указывая на аварийные крыши, из-за которых заливает квартиры во время дождей. Еще большое внимание Светлана Калинина уделила детским площадкам. Особенно к каруселям. На живом примере активист продемонстрировала, чем может обернуться простая неосторожность. Попрошу мне помочь. Подойдешь ко мне? Да. Иди ко мне, солнце мое. Можно я тебя на... Просто наклонюсь. Наклонюсь. Вот сюда, ручка. Где голова, ребенок? Чувствуешь? Спасибо, мой золотой человек. Вот эта часть от земли должна быть всего 7 сантиметров, чтобы даже ее ножку туда не снилось. Ребенок шнурует ботинок, другой прокручивает карусель шеи, ребенка не относится головой. У вас ровно до завтрашнего дня эту карусель опустить вниз, забетонировать ее и показать мне, что дети безопасны. К слову, были и положительные моменты в домах Заречья. Пятерку с плюсом эксперт дала за содержание клумб. Правда, этой похвалы за свои старания были удостоены местные жители. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, День с толком. В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают люди, чье призвание защищать и приумножать зеленое богатство – наши леса. На этой неделе лучшим представителям лесного хозяйства вручили государственные и краевые награды. Наши корреспонденты решили узнать, в чем специфика работы лесника и почему это лето было одним из самых жарких. Более сотни миллионов рублей, и именно столько ежегодно в нашем регионе вкладывают на посадку новых лесных насаждений. Один из самых крупных пожаров за последние 12 лет случился в Угловском районе. Пострадало почти 5000 гектаров лесного фонда. В тушении огня и создании противопожарных разрывов задействовали почти сотню единиц техники, автоцистерны, бульдозеров. К месту событий прибыл пожарный поезд. С воздуха работу контролировал вертолет, а из Красноярска в наш регион на несколько дней перебросили самолет-амфибию. С огнем боролись две недели. Нормально, вышли. Ну что ощущали, когда были под Верховым? Ну как, надо же выезжать и технику спасать, да и, как говорится, домой же надо вернуться. Вот и там мне четыре дня пришлось воевать. И еще и Михайловку захватить. Ну ничего, в деревне отстояли. Поведа была за вами, да? Да, в село отстояли, не дали этому к кладбищу зайти тоже. Там буквально кладбище в 100 метрах от лесного массива. Вот до градки зашло там немного. Ну, ребята отбили. 26 лет Виктор охраняет от возгорания лес Завьяловского района. О своей работе на грани жизни и смерти мужчина говорит спокойно. Уверен, главное – спасти людей и их имущество. Ну, бывает тяжело, конечно, что вот эти, как крупные пожары-то, конечно, приходится и попотеть, и покрутиться. За умелые и мужественные действия, связанные с риском для жизни, проявленные при тушении лесного пожара, спасатели поздравил губернатор края Виктор Томенко. Глава региона вручил государственные краевые награды лучшим работникам лесной отрасли. Надо отметить, что все пожары, в том числе очень сложные, были профессионально отработаны, были минимизированы возможные негативные последствия. И, как известно, специалисты уже приступили к реализации мероприятий по ликвидации того ущерба, тех последствий, которые эти природные явления нам нанесли. За честь и мужество, за заслуги в труде, грамоты Федерального агентства лесного хозяйства и правительства края. Для людей, чье призвание защищать и приумножать зеленое хозяйство, эти награды очень ценны. Ведь практически круглые сутки они охраняют легкие нашего края, родной лес. И так редко бывают поводы сменить рабочий костюм на парадный, получить крепкое рукопожатие губернатора и благодарность за труд. К другим темам. Ежегодно от трех до пяти детей в Алтайском крае нуждаются в пересадке костного мозга. А всего в регионе порядка 40 человек, которым пересадка жизненно необходима. Накануне Дня донора костного мозга расскажем, как давно Алтайский край пополняет федеральный регистр доноров, сколько человек с Алтая сейчас в нем находится, кто может стать донором и что для этого требуется. Наш регион присоединился к федеральному регистру в 2020-м. Сейчас там порядка 800 жителей края. В Алтайском центре крови уверены, что многие просто не знают о том, что могут спасти кому-то жизнь. А возможно боятся последствий процедуры, хотя по заверению медиков она не болезненна, да и костного мозга у донора меньше не станет. Для этого нужно здоровье. То есть те же требования, что и к донорам крови, чтобы не было никаких хронических заболеваний, тем более перенесенных инфекционных заболеваний, связанных с передачей через кровь. Человек, который изъявил желание, заполняет анкету, подписывает соглашение. После этого мы у него забираем кровь и этот образец отправляем в город Киров. Именно туда, в случае, если донорский костный мозг подходит к конкретному пациенту и отправляется донор. Поездка в медицинский центр полностью за счет государства. К тому же с собой можно взять кого-то из близких. Возраст доноров ограничен с 18 до 45 лет. Говорят, чем моложе человек, тем лучше. Ведь далеко не факт, что костный мозг донора подойдет нуждающимся в пересадке в ближайшее время. Андрей Рыблев – донор крови с 7-летним стажем. Сегодня заполнил все документы на то, чтобы стать еще и донором костного мозга. Затем уже привычная для него процедура забора крови. Я считаю, это необходимость, а с меня не убудет. Поэтому сейчас, да, это очень важно, я считаю, помочь людям. И генотип проживающих на территории сегодняшней России, он отличается на самом деле от жителей, которые живут в Америке, либо в той же Европе. Задача поставлена перед государством – создать свой регистр. Он на сегодняшний день еще малочисленный. Именно региональные службы крови призваны его пополнить, а для этого необходимо больше информировать население. Кстати, завтра, во Всемирный день донора костного мозга, в 11 часов в Барнауле состоится пробег от нулевого километра. Сотрудники центра крови и завода «Ротер» побегут с флагами до Алтайского центра крови. Цель акции – обратить внимание жителей региона на возможность и даже необходимость стать донорами костного мозга и развеять их страхи, которые не имеют под собой никакой почвы. В Тену Голубева Дмитрий Денисов день с толком. В Алтайском крае впервые выведут потомство двух зебр. По крайней мере, сейчас такие задачи стоят перед парой – Василием и Зузу. Зебры обитают в зоопарке «Лесная сказка», причем Зузу приехала в Барнаул всего неделю назад. Наша съемочная группа побывала в гостях у зебр и выяснила, какие еще новые обитатели появились в зоопарке. Это видео покорило сердца барнаульцев. Первая встреча зебр – Василия и Зузу. Василий живет в зоопарке «Лесная сказка» три года, а его юная подруга Зузу меньше недели назад приехала из зоопарка Нижнего Новгорода. Пока они живут отдельно, но весной полосатые уже будут гулять вместе. На пару возложены большие перспективы. Они должны дать первое потомство зебр в Алтайском крае. Вы бы видели, когда она еще находилась в машине, мы еще не разгрузили, а Василий был на улице. И он почувствовал запах, он начал беспокоиться, он начал бегать по вольеру. И когда мы вот сюда ее завезли, он естественно моментально забежал сюда в дом. И вот этот период, когда вы увидели вот этот видеоролик, это их первое знакомство, первая встреча, и вот такое впечатление, как будто они целуются. И это действительно так, это знакомство. Маруся, Маруся, привет! Ты не будешь бодаться? А, Маруся? Маруся. А это еще один новичок в лесной сказке. Маруся – представитель шотландской породы коров. Конечно, такие коровы играют больше декоративную роль. Она прям действительно похожа на маленького медвежонка. Это очень красиво. Они невысокие ростом, вот эти коровки. Вот она фактически уже взрослая. Но она вот такая и будет. Но к зиме она еще обрастет мехом и будет прям настолько пушистая. Очень-очень-очень красивое животное. А, ну получается они с зеброй вместе приехали? Да, да, да. Вот они ехали в одной машине. А ты иди отсюда. В машине вместе с зеброй и коровой приехал еще один зверь – полярный волк Альба. Сейчас ей полгода. Она зимой будет вообще красавица. То есть когда белый мех, вот, огромный, шикарный белый мех. Мы будем обращаться в зоопарк города Новосибирска. Мой принцип божьей заповеди каждой твари по паре осуществляется у нас в зоопарке. И мы, естественно, хотим приобрести самца для данного вида животного. И вот в Новосибирском зоопарке мы узнали, есть самцы. Поэтому купим самца и создадим пар для того, чтобы эти животные тоже размножались. На этом, естественно, в лесной сказке останавливаться не собираются. Сейчас здесь решают вопрос о строительстве двух вольеров – для Росомахи и Манула, которых тоже в ближайшем будущем увидят барнаульцы. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Я напомню телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok